В городской милиции, как и во всех организациях Кузнецка, подводят итоги работы за год всего коллектива. Уже можно твердо сказать, что есть ряд положительных моментов. Первое – это то, что у нас снизился уровень преступности. В этом году впервые, когда уровень преступности в этом году меньше среднеобластного. В этом году имеется устойчивая тенденция к снижению подростковой преступности. В этом году она также будет снижена. И с 2008 года подростковая преступность города Кузнецки по цифрам из года в год снижается. Но это еще не все. Снижается и количество совершенных преступлений на улицах, в общественных местах, а также тяжких и особо тяжких преступлений – разбоев, грабежей, краж. Поднялось количество раскрытых преступлений до 70%. Деятельность сотрудников отдела внутренних дел по городу Кузнецку по ведомственному приказу МВД имеет устойчивую положительную оценку. Если вспоминать, что такое особенное, то, прежде всего, необходимо отметить то, что все убийства, которые были совершены на территории города Кузнецка, они все раскрыты. Сотрудники милиции проводили и продолжают проводить большую работу по профилактике автомобильных краж. Очень много проводили профилактических мероприятий, рейдовых мероприятий. И доходило до смешного, когда наши сотрудники в ночное время находили машины, которые стояли во дворах с открытыми дверцами. Приходилось устанавливать по нашим базам владельцев, поднимать, просить, чтобы двери закрыли. Много проводилось мероприятий по выявлению фактов мошенничества. В этом году наблюдается всплеск подобных случаев. К примеру, активизировались мобильные мошенники и мнимые гадалки. Как выяснилось, в ходе следственных действий ими оказались лица из других регионов. По данным фактам заведено уголовное дело. Так, на территории чужого города решили поживиться легкой добычей и банда воров из Ульяновской области. Хотелось бы вспомнить задержание группы из города Ульяновска, которые приехали в наш город и были задержаны ночными группами в одной из подстанций Южного микрорайона, где они собирались снять детали. Если бы это им удалось, то без света оказался большая часть Южного микрорайона. Сотрудникам милиции есть над чем поработать и в дальнейшем. Главной задачей в уходящем и следующем году они считают профилактику краж, случаев дорожно-транспортных происшествий, выявления лиц, занимающихся шинкарством и торговлей наркотиками. Кроме этого, планируются изменения в штате сотрудников правоохранительных органов. Уже в этом году коллектив милиционеров в связи с реформированием Министерства внутренних дел был сокращен на 50%. Сокращение планируется проводить и в следующем году. В новом году также увеличится и круг обязанностей сотрудников милиции. К городскому отделу присоединится территория города Кузнецк-12. А пока оперативники готовятся, как и все остальные, к новому 2011 году. Правда, многие из них этот праздник будут встречать на боевом посту. Новый год – это не только праздник, но еще время, когда криминальный элемент пользуется нашими предновогодними хлопотами и залезает и в наш карман, и в нашу сумку, и в наш дом, в гараж, в сарай, в нашу машину. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать кузнечанам хорошего праздничного настроения, уверенности в завтрашнем дне, терпимости в преодолении всех трудностей и стойкого правосознания. Субтитры создавал DimaTorzok